Здравствуйте, уважаемые зрители! Метроболит Симбирский, Новоспасский Лонгин продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня все они касаются двух тем. Таинство крещения и венчания. И вот первый вопрос. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы крестить ребенка или взрослого? Ну, прежде всего, если человек взрослый, он должен быть верующим Богом. Он должен принять христианство как свою жизненную веру, как исповедание. И если это ребенок, то верующими людьми, крещенными, воцерковленными должны быть его родители. Это первое, это самое главное, что необходимо. Ну, а остальное уже технические вопросы. По такому древнему церковному установлению, которое идет буквально с самого начала христианской церкви, человек, который желает креститься, то есть стать членом церкви, должен к этому готовиться. Он должен узнать свою веру. Для этого он проходит так называемые огласительные беседы. Эти огласительные беседы также известны с самых древних времен нашей церкви церковной. И они представляют из себя знакомство человека с основными догматами, правилами, нравственным законом, которые содержатся в христианстве. Для того, чтобы человек узнал это и принял всем своим сердцем. После этого, если человек во время этих огласительных бесед не передумал, бывает, может быть, такое теоретически, слишком сложно или для меня это далеко чуждо, не могу я так жить, не хочу. И если все-таки это не произошло, а человек утвердился в своем исповедании, то он приходит в церковь для того, чтобы креститься. Ну, там есть еще какие-то... Я понимаю, что люди, которые задают подобного рода вопросы, их интересует чисто практическая страна дела. А вот это брать для полотенца с собой, а что для этого нужно, что-то купить, не купить. Вообще в храмах обычно все это предлагают. И за так называемым ящиком, где обычно в храме продают свечи, иконочки, где люди пишут записки, там сидит человек, который скажет абсолютно все в подробностях, что необходимо именно в этом храме, что необходимо взять с собой, принести, во сколько прийти, в какой день, к которому часу и так далее. Эти вопросы обычно решаются в том храме, в котором человек хочет креститься. Следующий вопрос. Слышали, что в Ульяновске совершаются крещальные литургии для взрослых. Всем ли взрослым обязательно в них участвовать? И когда они проходят? Да, в Ульяновске у нас сейчас совершаются крещальные литургии. Это литургия, в которую, собственно, вставлен сам чин крещения. В древности всегда крещение оглашенных, новых членов общины совершалось во время божественной литургии. Обычно это были большие праздники, и до сегодняшнего дня остатки таких крещальных литургий сохраняются в праздничных службах, допустим, перед крещением, перед Рождеством, перед Пасхой, в Великую Субботу, на вечере Рождества, крещение, некоторые другие праздники. Это делалось для того, чтобы, во-первых, человек входил в церковь не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова, в праздник в присутствии всей или большей части общины, потому что приход в церковь новых членов был всегда праздником. И сегодня мы совершаем такие крещальные литургии, где крестим в основном людей уже взрослых. Мы стараемся крестить полным погружением, так, как положено по канонам. Дело в том, что за многие столетия у нас, скажем, в Русской Церкви, очень часто стали крестить не полным погружением, а обливанием, да и обливанием, редко окроплением. Просто берут немножко водички и покропят на человека. Это неправильно. Это запрещено церковными канонами. И поэтому я, по крайней мере, везде, где я находился в своей жизни, я всегда стараюсь восстановить эту древнюю традицию крещения полным погружением. Потому что это имеет определенный смысл, духовный смысл. И я считаю, что это нужно делать и нужно восстанавливать эту правильную практику крещения полным погружением. Поэтому мы крестим там, где есть баптистерий, так называемый, то есть купель, куда можно человека взносить. – Мало ведь, да? Мало, не во всех храмах уже. – Да, не во всех. У нас сегодня в Ульяновске в двух храмах. Это в Андреевском храме на той стороне Волги и в Воскресенско-Германовском храме. Здесь, на этой стороне, там совсем недавно была оборудована эта купель, и вот мы начали там совершать такие крещальные литургии. Что касается всем ли взрослым, я не совсем понял обязательно, как все... – Видимо, не понимают, что такое крещальная литургия. – Да, те, кто уже крещен, им достаточно. Мы в символе веры говорим, что исповедую едино крещение, восставление грехов. Крещение не повторяется, не совершается вновь. Поэтому тут, там, в этой литургии принимают участие те, кто еще не крещен и только хочет креститься. – Владыка, куда обращаться, если утеряно свидетельство о крещении? Вообще имеются ли архивы или в епархии где-то? И за какой период они хранятся, если есть? – Это сложный вопрос. Я на него не могу ответить однозначно. Я попытаюсь объяснить, почему. Во-первых, все архивы Духовного ведомства до революции были национализированы, помещены в государственные архивы, в которых благополучно в большинстве архивов были или уничтожены со временем, как не представляющие интересы, или же, как вот скажем, некоторые архивы у нас в некоторых поволжских городах просто сгорели. – Вместе со всем содержимым. – Да, был пожар. – Поэтому дореволюционные архивы, они фрагментарно только существуют. После революции в 20-е, 30-е, 40-е годы происходило планомерное систематическое уничтожение церковной жизни. Поэтому архивы просто никто не вел. Даже документы какие-то епархиальной власти, если она к тому времени еще как-то фрагментарно существовала и что-то делала. Их тоже можно найти чисто случайно, если у кого-то что-то могло сохраниться. В советские годы, вы знаете, что уже послевоенные годы не преследовали верующих, не хватали, не сажали в тюрьму. Хотя в 60-е годы при Никите Сергеевичу Хрущеве было и такое, когда такая вторая волна гонения на церковь, поскольку надо к 80-му году было показать последнего попа по телевизору, построить коммунизм, а коммунизм не очень строился. Естественно, виноваты опять попы были. Иначе начали закрывать храмы, тоже притеснять верующих. И никакой речи, конечно, об архивах не было. И более того, мы сами знаем, что, и даже говорили как-то на одной из передач, что даже уже в относительно такие благополучно травоядные годы, там, 70-е, 80-е, люди старались ребеночка отвезти куда-то подальше от города и крестить где-то там, где никто не знает, никто не спросит, никаких паспортов, никаких. Поэтому нету. У нас до наших, так называемых, перестроечных лет, опять же, архивы, если есть, то очень фрагментарно. Их можно найти где-то. Ну и в 90-е, нулевые годы, когда шло восстановление церковной жизни, в принципе, должны сохраняться после 90-х годов архивные сведения, даже метрические книги вновь были введены в наш церковный обиход. Но опять же, где-то сделали, где-то не сделали. Я вот, например, приехал и вижу, что до сих пор метрических книг во многих храмах нету, никто их не заводил. Когда вообще не завели, пожимают плечами. Ну да, зачем нам это надо? Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Надо, если у вас есть какие-то такое предания семейные, что вас крестили в таком-то храме, и храм это стоит, он действует, надо идти в храм, просить, чтобы там посмотрели, сказать, какой примерно год это был. Возможно, повезет, возможно, что-то найдется. Но я стопроцентной гарантии дать не могу. Спасибо. Что делать, если жизненные обстоятельства не позволяют людям определиться с крестными, а нужно крестить ребенка? Ну, ситуации всякие бывают, да, семья меняет место жительства, близких нет рядом, не могут приехать. Или выпускники детдомов тех же, да, друзей верующих не успели завести. В храмах, как правило, отказывают. Ну да, потому что в храме люди представляют себе, что такое крестное. Обычно основная масса людей, она как-то не очень себя хорошо представляет. И даже если слышали, то пропускали мимо ушей. Крестный человек – это человек, который должен взять на себя ответственность за христианское воспитание ребенка, которого он крестил. Не просто подарить ему на дне рождения какую-то игрушку, или там, может быть, еще что-то. Или прийти на Новый год с родителями, сесть за стол. А это человек, который должен отвечать, и отвечает он за это перед Богом. Фактически, поскольку вера в Бога является центром жизни человека, он должен отвечать, таким образом, вообще за все воспитание этого ребенка. Если взрослый человек, то крестный ему не нужен. В принципе, можно обойтись без него. Это достаточно часто встречается, и в этом нет ничего экстраординарного. А вот если ребеночек маленький, ну что ж, мы в церкви крестим детей по вере их родителей. И если родители верующие, если родители не верующие, мы не должны крестить ребенка. Вот тогда просто обязанности по воспитанию еще и еще в большей степени, чем обычно возлагаются на родителей. Фактически, вот если как-то так получилось, что крестных нету, но тем не менее, почему-то надо крестить обязательно сегодня, или в ближайшие какие-то дни, то можно крестить и без крестных. Но, конечно, лучше всего, если люди верующие, церковные, у них не может не быть знакомых или друзей церковных, верующих людей. Это тоже говорит о том, что мы крестим часто не по вере родителей, а просто по обычаю, по традиции. Ну, родился ребенок, а, да, крестить надо. Пошли покрестим. Это неправильно. – А вы сказали, вот взрослому человеку не обязательно крестных иметь, а вот выпускник школы, например, из детдома, ему 18 лет. Вот он уже взрослый человек. – Я думаю, что он вполне взрослый и самостоятельный человек, и если он дошел до того, чтобы пришел креститься, ну, надо просто вот как-то помочь ему, наверное, подвигнуть его на то, чтобы узнать о вере своей, узнать больше, начать ходить в церковь. Я не думаю, что человек живет в каком-то безвоздушном пространстве, вокруг него никого нет вообще, да? Какие-то люди есть. Ну, я знаю людей, особенно вот из того времени советского, да, когда никаких крестных не было, и люди сами приходили, узнавали, им становилось интересно, они начали, мальчишки, девчонки, начинали ходить, родители не ходили, бабушек не было верующих. А вот как-то так Господь приводил людей в церковь, приводил к себе, и приходили, и узнавали, и книжек ведь не было никаких, ведь ни Евангелия достать нельзя, и интернета не было. Можете себе представить такой ужас? Сейчас сложно представить. И тем не менее, люди становились верующими и всю жизнь прожили с Богом. Поэтому тут ищите, и обрящите, толците и отверзьтесь. Вот кто стучит, там открывается. Следующий вопрос касается таинства венчания. Когда нельзя венчаться? Нельзя венчаться во все посты. Накануне праздничных, воскресных и постных дней. Это надо брать календарь, прясть просто и смотреть. Там в каждом календаре церковном, там в самом начале, там когда пасхали, двунадесятые праздники, потом, когда не совершается браковенчание. И там все это написано. Поэтому для того, чтобы повенчаться, это чисто такие календарно-дисциплинарные вопросы. А вообще венчаться можно только в одном случае. Если оба врачующихся – это верующие церковные люди. И они понимают, что такое церковный брак, и понимают вообще, на какую стезю они ступили. Они не просто сошлись до совместной жизни. Они дают Богу обещание верности, обещание жить вместе до самой смерти. Следующий вопрос. Можно ли развенчаться? И есть ли документы о развенчании? Нет. Нельзя. Ни развенчаться, ни раскреститься, ничего прочего такого сделать нельзя. Человек может объявить, что он, допустим, крещеный человек, может объявить, что он неверующий. Он может стать каким-нибудь атеистом, сатанистом и прочее. Но раскрестить его невозможно. Нет такого длиннопоследования в церкви. Точно так же и невозможно развенчаться. Церковь может дать разрешение на вторичный брак. В каждой епархии есть так называемая каноническая комиссия, куда обращаются люди, желающие вторично вступить в брак после развода. Церковь принимает факт развода как нечто состоявшееся. Она соглашается с этим. Она сама не производит никаких действий. Она не разводит, не собирает документов по этому поводу, никаких заседаний, не устраивает судебных и прочих. Ничего. Просто приносите эту бумагу из ЗАГСа о том, что люди разведены. Разрешение на вторичный брак может получить человек, который не является инициатором или виновником развода. Скажем, в случае измены, то могут разрешить второй брак тому, кто не изменял. Что делать военнослужащим, которые приехали в краткосрочный отпуск? Как правило, это две недели. Но они хотят или повенчаться, или креститься? Идти, креститься и венчаться. Если нет каких-либо канонических препятствий, то идти и венчаться. Все священники об этом знают, всем даны указания. И уже на протяжении последнего года мы постоянно и крестим, и венчаем людей без соблюдения каких-то... без усложнения этого процесса. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова